Клиническая эндокринология Очень важный вопрос. Я могу сказать, что вы задали символический вопрос, потому что он прозвучал в преддверии Всемирного дня щитовидной железы, который все мировое сообщество отмечает 25 мая каждый год. Почему это так важно? Потому что заболевания щитовидной железы, 90% из которых относятся к составу йододефицитных патологий, встречаются практически на всем земном шаре, во всех странах мирового сообщества и Российской Федерации не исключение. Но вы спросили про йододефицитные состояния. И надо понимать, что помимо заболеваний щитовидной железы, весь спектр йододефицитных состояний включает в себя и другие проблемы, связанные с хроническим дефицитом йода в питании. А именно, снижение интеллектуального потенциала общества, потому что йод, который входит в состав гормонов щитовидной железы, напрямую влияет на формирование центральной нервной системы, входя в структуру тиреоидных гормонов. И когда закладывается мозг, когда закладывается центральная нервная система у будущего ребенка, его мама должна в обязательном порядке получать адекватное количество йода, чтобы и ее ребенок стал полноценным человеком. Помимо ментальных нарушений, психологических, физических нарушений, пороков развития, которым могут приводить йододефицитные проблемы, относится, конечно, весь спектр патологии щитовидной железы. И среди йододефицитных заболеваний мы в первую очередь выделяем так называемый эндемический зоб. Слово «эндемический» означает, что этот зоб очень распространен на территории той местности, где выражен йодный дефицит. Этот зоб может быть диффузным, когда щитовидная железа у человека увеличивается в объеме, и чаще всего мы это видим у детей, чаще всего мы это видим у молодых людей. Но с хроническим йодным дефицитом в питании связана и другая форма эндемического зоба, это многоузловой и узловой коллоидный зоб. Так устроен человеческий организм, что если человек все время живет в условиях некомпенсированного хронического дефицита йода в питании, то сначала его щитовидная железа стремится увеличиться, чтобы обеспечить гормонами организм, а потом в ее ткани начинают формироваться участки, которые живут по своим законам. Формируются узлы и развивается многоузловой зоб, который сначала не нарушает функцию щитовидной железы, но потом, ближе уже к старшему возрасту, эти узлы начинают приобретать функциональную активность, начинают сами вырабатывать гормоны и служат причиной нарушения функции щитовидной железы, развивается тиреотоксикоз. В условиях хронического йодного дефицита существует еще одна важнейшая проблема. Если вдруг в том регионе, где йодный дефицит не ликвидирован, происходят ситуации, связанные, например, с радиационными авариями, и мы все помним печальный опыт Чернобыля, 1986 год, то щитовидная железа людей, не защищенных от йодного дефицита, начинает усиленно захватывать радиоактивный йод, и у таких людей возрастает риск развития рака щитовидной железы в три раза по сравнению с теми, у которых йодный дефицит был компенсирован. Российская Федерация относится к регионам с хроническим йодным дефицитом. Так сложилась эта природная ситуация, природный йодный дефицит в почве, в воде и так далее, и так далее. В нашей стране йода не так много, поэтому нужна дополнительная дотация йода, его восполнение. Пока этого не происходит на государственном уровне, на системном уровне, мы, эндокринологи, фиксируем рост заболеваемости патологии щитовидной железы, и за последние годы практически на 35% распространенность патологии щитовидной железы возросла в Российской Федерации. А с чем это связано? Почему она возрастает? Это связано с тем, что хронический дефицит йода в питании присутствует, с одной стороны, то есть мы не устранили самую главную причину, а с другой стороны мы стали лучше выявлять. Понимаете, это тоже важно, ведь прогресс не стоит на месте, в том числе прогресс в диагностике, в новых видах визуализации щитовидной железы. А потом сама по себе настороженность врачей, это тоже очень важно. Сегодня не только эндокринологи, а и врачи общей практики, врачи-терапевты обращают внимание на щитовидную железу. Более того, Министерство здравоохранения Российской Федерации в последние годы приняло целый ряд документов, которые регламентируют поведение врача первичного звена, в том числе в отношении щитовидной железы. И если вы приходите на диспансеризацию, на профилактический осмотр, то врач первичного звена должен пропальпировать щитовидную железу пациента. Если он выявил увеличение объема, если он нащупал узлы в щитовидной железе, он обязательно направит такого человека на так называемый второй этап диспансеризации уже к узкому специалисту, к эндокринологу. И дальше так называемая маршрутизация пациента будет иметь место быть. Человек пойдет по всем диагностическим этапам. Это тоже очень важно. Могу сказать, что Национальный центр эндокринологии разработал специальный образовательный модуль для врачей первичного звена. Он называется эндонастороженность. И врачи первичного звена, которые проходят вот такое вот обучение, они теперь знают, на что обратить внимание, как расставлять акценты и как не пропустить заболевания щитовидной железы, в том числе опухолевые. Потому что опухоли щитовидной железы – это отдельный пласт проблемы. Вообще мы говорим про щитовидную железу и называем ее нередко маленьким органом с огромным значением. С одной стороны, ее дефицитные заболевания, влияние на интеллект. С другой стороны, гормоны щитовидной железы, которые регулируют практически весь обмен веществ в организме человека, обеспечивают человека энергией. С третьей стороны, щитовидная железа – тот орган, который очень подвержен аутоиммунным заболеваниям. И аутоиммунная патология щитовидной железы – это тоже отдельная история в этом рассказе про щитовидную железу в принципе. Ну и опухоли, о которых я упомянула. Но могу сказать, что опухоли щитовидной железы сегодня мы умеем очень хорошо и диагностировать, и лечить. И многие виды рака щитовидной железы сегодня абсолютно излечимы. Это очень важно. Расскажите, пожалуйста, какие национальные проекты будут реализовываться в ближайшее время? Ну, я уже упомянула те приказы Минздрава, которые затрагивают первичное звено. Но нужно сказать, что вопрос профилактики йодного дефицита и его последствий приобретает, безусловно, государственное значение. Потому что это и здоровье людей, и интеллект нации, и безопасность нации. Все это не могло не сказаться на том, чтобы президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, по сути, инициировал целый спектр мер государственных. В том числе обострил внимание о необходимости разработки соответствующего федерального закона о профилактике йод-дефицитных заболеваний. Дал соответствующие поручения правительству Российской Федерации, Министерству здравоохранения. И Министерство здравоохранения в очередной раз, расскажу почему в очередной, разработало законопроект о профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода. Параллельно с этим главный государственный врач Российской Федерации издал очень важное постановление, которое касается изменения питания детей в так называемых организованных коллективах, в школах. И сегодня, когда наши дети приходят в школу, в детский сад и получают там питание, это все питание с иодированной солью. Только иодированная соль используется в питании детей в этих коллективах. Это очень важно, потому что массовая йодная профилактика ориентирована абсолютно на всех. Во всех странах мира проводится при помощи использования в пищу иодированной соли. Это абсолютно эффективный, безопасный и очень важный способ профилактики. В этот законопроект о профилактике йод-дефицитных заболеваний как раз и заложена идеология массовой йодной профилактики, заложены те пункты, на которые должны обращать внимание регионы, потому что ответственность в профилактических мероприятиях ложится безусловно на местные органы власти, в здравоохранении. И те эпидемиологические исследования, которые свидетельствуют о широком распространенности йод-дефицитных заболеваний на территории нашей страны, а наш Центр по поручению Министерства здравоохранения на протяжении более чем 20 лет проводит такие исследования в самых разных уголках нашей Родины. Эти исследования доказали, что в России на сегодняшний день нет практически ни одного региона, где йодного дефицита бы не было. Поэтому ответственность глав регионов, ответственность тех, кто принимает решения на региональном уровне, крайне важна. И сегодня мы видим очень хорошие примеры того, как люди на местах эту проблему решают. Скажу еще то, что Национальный Центр эндокринологии в помощь регионам разработал проект типовой программы профилактики йод-дефицитных заболеваний. Он стал очень полезным инструментом для того, чтобы на местах люди внедряли профилактические мероприятия. Приведу пример республики Тыва. Республика Тыва – регион с тяжелым природным йодным дефицитом. И мы всегда, когда рассказывали относительно йодного дефицита в нашей стране, приводили этот регион как такой вот самый сложный в этом отношении пример. Да, пример. Так вот, 10 лет назад в республике Тыва постановлением местного руководства было принято постановление, которое регламентировало использование только иодированной соли в питании населения, в пищевой промышленности. И когда мы приехали в этот регион вновь, спустя 10 лет, мы увидели, что по обеспечению йодом этот регион догнал, например, Крым. Мы всегда говорим, что приморский регион, много йода должно быть, ничего подобного. Да, приморские регионы нами тоже обследованы. Там есть легкий йодный дефицит, легкий, но Тыва – тяжелый, тяжелейший йодный дефицит, где 70% людей имело зоб, где регистрировались в большом проценте случаев так называемый синдром врожденной йодной недостаточности, когда рождались дети физически и интеллектуально несостоятельные. Этот регион решил эту проблему, просто введя йодирование соли. И сегодня, говоря про закон соответствующий, мы, конечно, такие яркие примеры приводим, потому что это просто, это не затратно для бюджета, ни федерального, ни регионального. Это имеет огромное влияние на здоровье людей, в том числе детей, беременных женщин, людей работоспособного возраста. И это, на самом деле, защищает еще и людей старших возрастных групп от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Вы помните, я в самом начале сказала про тиреотоксикоз. Так вот, чем человек становится старше, тем больше у него риск развития узлового зоба, который даст начало тиреотоксикозу. А тиреотоксикоз в первую очередь бьет по сердцу, вызывая сердечные аритмии, повышая практически в 10 раз риск развития тромбоэмболий. Поэтому профилактика дефицита йода – это колоссальная задача государственная. И мы очень надеемся, что соответствующий законопроект, конечно же, будет в нашей стране принят. Мы тоже очень надеемся. Екатерина Анатольевна, скажите, пожалуйста, считаете ли вы, что ситуация с COVID-19 негативным образом сказалась на повышение числа людей, заболеваниям щитовидной железы, например, таким, как аутоиммунный тиреоид? Или все же нет? Коронавирусная инфекция, конечно, стала испытанием для многих и многого. И, отвечая на этот вопрос, могу сказать, что поскольку мы имеем свой собственный опыт работы с такими пациентами, а наш центр был перепрофилирован в клинику для оказания помощи людям с коронавирусной инфекцией, то мы могли наблюдать ситуацию практически у постели больного и потом отслеживать этих пациентов в динамике. И действительно, мы видели, что в остром периоде коронавирусной инфекции может измениться функция щитовидной железы. Это связано с разными причинами. В том числе, это связано с так называемым цитокиновым штормом, который развивается при коронавирусной инфекции. Огромный массив цитокинов, биологически активных агентов, выбрасывается в кровь, доходит до щитовидной железы и инициирует развитие так называемых цитокин-индуцированных заболеваний щитовидной железы. Это с одной стороны. С другой стороны, вирус может дать начало развитию подострого тероидита, еще одного заболевания щитовидной железы, которое ассоциировано с вирусной инфекцией. А может стать триггером запустить развитие аутоиммунного процесса в щитовидной железе. Поэтому те люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию, да, они имеют повышенный риск развития аутоиммунных заболеваний щитовидной железы и хронического аутоиммунного тероидита и болезни Грейвса. Также они имеют риск развития стойкого гипотириоза, снижения функций щитовидной железы. И мы видели, что до 9% людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, особенно в тяжелой форме, развивают стойкое снижение функций щитовидной железы. Поэтому, для того, чтобы не допустить всех этих влияний, можно посоветовать людям слушаться врачей, делать профилактические прививки и не заболевать различными вирусными заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией. Да, очень просто это сделать, надо прививаться, да, и тогда вы не заболеете ни коронавирусной инфекцией, а если заболеете, то перенесете ее в более легкой форме. Но самое главное, вы защитите себя от многих других проблем, в том числе от заболеваний щитовидной железы. Насколько сегодня технологии, быстро развивающиеся инновационные технологии позволяют верифицировать у пациента наследство неэндокринных заболеваний? На сегодняшний день доступны стали такие технологии, которые позволяют очень точно поставить диагноз. И это важнейший прорыв, наверное, в современной эндокринологии, потому что наши диагностические возможности сегодня сливаются с возможностями современной молекулярной диагностики, молекулярной генетики. Когда мы говорим о заболеваниях щитовидной железы, мы, с одной стороны, подчеркиваем очень широкое распространение этой патологии. С другой стороны, мы должны понимать, что ряд из заболеваний щитовидной железы могут входить в состав наследственных синдромов, наследственных болезней. Целый перечень заболеваний щитовидной железы, в принципе, генетически предопределен. Мы можем просчитать при помощи методов молекулярно-генетического тестирования риски развития заболеваний. Мы можем в тех семьях, где эти риски очень высоки, и где мы понимаем, что патология щитовидной железы входит в состав, например, аутоиммунного полиглендулярного синдрома. Состояние, при котором поражаются многие эндокринные железы, щитовидная железа тоже будет скомпрометирована. В таких семьях мы можем предложить людям методики пренатальной диагностики, например, перед процедурой экстракорпорального оплодотворения. И таким образом эта семья, где из поколения в поколение передается инвалидизирующая проблема, в итоге получит ребенка, родит ребенка без генетически обусловленных болезней. Это очень важно и это сегодня доступно. Мы сегодня при помощи методов молекулярно-генетического тестирования можем просчитать риски агрессивных опухолей щитовидной железы. Например, медулярный рак щитовидной железы, заболевание, которое передается по наследству, которое сцеплено с определенными генами. Если в семье это есть, то мы можем, проведя генетический анализ, понять, например, у ребенка, который в этой семье родился, в семье, например, с синдромом множественных эндокринных опухолей, множественных эндокринных неоплазий. Если этот ребенок имеет поломку в гене, который отвечает за развитие этого синдрома, мы знаем, что в 100% случаев у него будет в течение жизни медулярный рак щитовидной железы, который представляет непосредственную угрозу для жизни. И тогда мы рекомендуем этой семье, чтобы их ребенок был прооперирован в объеме полного удаления щитовидной железы, хотя вроде бы она здорова здесь и сейчас, но мы знаем, что он обязательно заболеет медулярным раком. И такие операции делаются. В итоге человек не заболевает злокачественным процессом вот этим вот и живет, по сути дела, лишенный вот этих вот рисков для своей жизни. Сегодня разрабатываются новейшие препараты для лечения заболеваний щитовидной железы. И вот этот абсолютный прорыв в иммунотерапии, которая ориентирована, ну опять-таки, в первую очередь на опухоли, на онкологические заболевания, но вот этот вот прорыв создания новых препаратов на основе моноклональных антител, он вселяет надежду на то, что эти исследования будут и дальше продолжаться, и препараты будут появляться, направленные именно на адресно-аутоиммунные механизмы развития заболеваний щитовидной железы. Я думаю, что в ближайшие годы мы будем свидетелями таких инноваций. Мы уже становимся свидетелями этих инноваций, потому что, например, для лечения эндокринной офтальмопатии, заболевания, которые ассоциированы с диффузным токсическим зобом, а все мы, когда говорим про щитовидную железу, кого мы представляем? Мы представляем женщину нервозную, с выпуклыми глазами и увеличенной шеей. Так ведь? Так вот эти выпуклые глаза, да, это и есть эндокринная офтальмопатия, которая может привести к потере зрения, к инвалидизации. Почему это сцеплено с щитовидной железой? Потому что рецептор к териотропному гормону гипофиза располагается и в клеточках щитовидной железы, и в клетках мышц, которые находятся внутри черепа и двигают глаз. Это содружественно. И атака антител на этот рецептор, когда она начинается, она затрагивает и щитовидную железу, и глаза. Так вот для глаз уже зарегистрирован и создан лекарственный препарат на основе моноклональных антител, который позволяет, да, очень помочь этим пациентам не потерять зрение. И коль скоро вот эта дорожка начинает протаряться, да, мы надеемся, что и щитовидная железа не за горами, когда мы сможем предотвратить развитие аутоиммунной патологии щитовидной железы. Много всего интересного, да, существует еще в лечении опухолей щитовидной железы, очень важные подходы, которые позволяют человеку, по сути, выстроить всю, в одну такую вот линейку, да, весь путь помощи медицинской. Допустим, человек заболевает высоко дифференцированным раком щитовидной железы, да, да, это бывает, и высоко дифференцированный рак щитовидной железы – это самая частая опухоль среди всех эндокринных опухолей. Человек оперируется, после операции он направляется на терапию радиоактивным йодом для того, чтобы, по сути дела, уничтожить все, возможно, оставшиеся клеточки, да, самые-самые мельчайшие, и не дать процессу развиться. После этого, да, вернее, для того, чтобы лечение радиоактивным йодом состоялось и было эффективным, на сегодняшний день существует лекарственный препарат, который называется тероген. Этот препарат позволяет оптимизировать лечение радиоактивным йодом, снизить лучевую нагрузку на конкретного человека и гораздо убыстрить, да, весь путь лечения такого человека. И в Национальном центре эндокринологии сегодня пациенты с раком щитовидной железы получают абсолютно все вот эти этапы лечения, включая введение терогена. Разрабатываем сейчас мы с нашими партнерами из Института биохимии Российской Академии наук, разрабатываем отечественный тероген, и, да, мы будем с вами тоже свидетелями, что через несколько лет он будет зарегистрирован, и наши пациенты смогут его получать. Это тоже очень важный момент. Заместительная терапия, нарушенные функции щитовидной железы, лекарственные препараты, отдельная тема для разговора, но могу сказать, что лекарственные препараты сегодня доступны и для компенсации тиреотоксикоза, и для компенсации гипотиреоза, и для лечения йод-дефицитных заболеваний, когда это необходимо. Могу сказать, что многие из них являются отечественными, и, в общем-то, отрадно, что наши фармпроизводители сегодня, отечественные, обратили свое внимание на лекарственное обеспечение пациентов с эндокринными заболеваниями и очень активно разрабатывают отечественные препараты. Ни при каких обстоятельствах пациент не должен страдать от отсутствия лечения. И, в общем-то, это тоже задача государственной важности – обеспечить людей доступной терапией. В большом счастье шаги в этом направлении уже делаются. Екатерина Анатольевна, спасибо вам за то, что позволяете закончить интервью на такой позитивной ноте. Хорошего вам дня. Спасибо.